Впервые о причастности жены бывшего президента Кыргызстана Раиса Тамбаевой к рейдерскому захвату строительного комплекса «Даймонд-Сити» стало известно летом 2019 года. На скамье подсудимых по этому делу бывшая судья Элевира Жаркеева, которая по версии следствия, вступив в преступный сговор, вынесла решение в пользу захватчиков. Сейчас судебный процесс перешел на стадию допроса свидетелей, благодаря чему и всплывают новые данные. Так, 21 сентября экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Мана Сарабаев сообщил, что Раиса Тамбаева неоднократно просила его оказать содействие в принятии решения под «Даймонд-Сити». По делу «Даймонд-Сити» Мана Сарабаев сообщил, что Биктурсуном Айталиевым и Куценко его познакомила именно бывшая первая леди Раиса Тамбаева. Она попросила его посодействовать в принятии решения по гражданскому делу, которое находилось во второй инстанции. Также известно, что была вторая встреча в ее кабинете. По неофициальной информации, Биктурсун Айталиев, о котором говорит Мана Сарабаев, является родственником Раисы Тамбаевой. От ее лица он и встречался с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента. Встречи с моим подзащитным происходили по просьбе Раисы Тамбаевой. Этих встреч было три непосредственно с Биктурсуном Айталиевым. Раиса Тамбаева присутствовала дважды. Это были встречи вне территории рабочего кабинета Мана Сарабаева. А уже третья встреча с Биктурсуном Айталиевым была в кабинете Мана Сарабаева. По просьбе Тамбаевой Раисы принять его разговоры были рабочего характера, то есть непосредственно в части того, что суд первой инстанции вынес законное решение и хорошо бы было бы проконтролировать во второй и третьей инстанции. Лично Атамбаева просила выслушать Биктурсуна Айталиева и Куценко. Еще один фигурант дела Константин Куценко ранее дал показания о том, что он лично приносил в кабинет судьи Жаркеева 90 тысяч долларов, чтобы решение было вынесено в пользу рейдеров. Это тот самый жилой комплекс Diamond City, отстроенный китайскими инвесторами в 2016 году. Когда квартиры уже были готовы к сдатчику в эксплуатацию, комплексом завладела другая строительная компания. Проще говоря, произошел рейдерский захват. Как установило следствие, китайская компания, которая инвестировала в строительство жилого комплекса, ранее выкупила строительную компанию БЛС у Рустама Войнова вместе с принадлежащими ей земельными участками. Стоимость сделки 5,5 миллионов долларов. Однако позже Войнов подал в суд гражданский иск о признании недействительности соглашения о передаче. Жаркеева вынесла незаконное решение о рейдерском захвате компаний и жилого комплекса. Как считает табулды Акеров, Раиса Тамбаева могла оказать влияние на суд. Они прекрасно знали, что могут проиграть. И, видимо, партнеры, это родственники Раисы Атамбаевой, зять и сестренка, они обратились к Раисе Атамбаевой. Раиса попросила, чтобы судебный процесс, выиграли ее родственники, и чтобы Жаркеева вынесла такое решение. Следующее заседание по делу судей Жаркеевой состоится 25 сентября. Екатерина Токамбаева, Джентель Макенов, Пирамида.